Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Об этом на круглом столе РБК УФА по развитию социального предпринимательства рассказал первый замминистра образования и науки региона Ильдар Моблитбердин. По его словам, за три года действие программы, когда нуждающиеся семьи получали сертификаты на компенсацию расходов на частные детсады, принесла свои результаты. Сейчас в регионе доступность дошкольного образования достигла 100%. Коммерческие учреждения на эти деньги могут закупить методические программы, книги, игрушки и предметы быта для полноценного воспитания дошколят. Кроме того, с начала следующего года в рамках участия республики в пилотном проекте Минфина страны социального заказа жители вновь смогут получать аналогичные сертификаты и для дополнительного образования спортивных секций и детского туризма. Сфера доп. образования активно развивающаяся и мы понимаем, что без государственного сектора, без НКО мы эту задачу выполнить просто не сможем. Сейчас персонифицированные финансированные сертификаты в сфере доп. образования введены в действие. Мы видим, что очень большая есть сфера для нашей работы, потому что тех частных организаций в сфере доп. образования недостаточно. Порядка 30 тысяч детей сейчас получают эти сертификаты. Участников круглого стола роль социального предпринимательства после начала специальной военной операции выросла. Изменилась и структура этого направления. Сейчас все больше предпринимателей отдают предпочтение таким направлениям, как волонтерство, поддержка участников СВО и членов их семей. При этом спрос на услуги, несмотря на снижение покупательской способности населения, в некоторых случаях выросла. В 23-й год по конца апреля у нас стоп на продаже. У нас заполнены абсолютно все группы. То есть мы занимаемся культурным, умным и социальным досугом для людей зрелого возраста. У нас заполнены все группы. Мы не то что не ощутили на себе. Мы, можно сказать, еле справляемся и планируем открывать еще два центра. Предприниматели высказали пожелание, что в связи с ростом задач социального бизнеса должна расти и государственная поддержка таких компаний. Объем выбросов прониковых газов в Башкортостане превышает их поглощение на 10 миллионов тонн в эквиваленте СО2. Так, в атмосферу попадает 91,5 миллион тонн, а декарбонизируется 81,5 миллион. Статистику по итогам 2021 года привел министр природопользования и экологии Республики Ниас Фазылов. Основными источниками выбросов вредных веществ являются крупные предприятия нефтехимической, химической и перерабатывающей промышленности. До 1 января 2023 года они должны были разработать комплексные экологические решения. Однако в условиях нестабильной геополитической ситуации сроки продлили до 2025 года, что отложило внедрение инструментов ESG-повестки. В то же время Башкортостан реализует различные направления в части снижения нагрузки на окружающую среду. В том числе активно включился в работу по созданию карбоновых полигонов. При этом для комплексного развития региона необходимо соблюдать баланс между экономикой и экологией, подчеркнул глава ведомства. И вот для примера в условиях неблагоприятных метеорологических условий предприятия обязаны снизить производство до минимально допустимых объемов. При этом в Стерльтамаке и Салавате на такую погоду приходится до 200 дней в году. Я напомню, это крупнейшие налогоплательщики региона и там работает порядка 40-50 тысяч человек. Если взять мультипликативный эффект, это в принципе занятость двух муниципалитетов и довольно большое количество. Как обеспечить баланс между экономикой, стабильным объемом производства, роста индекса промо-производства, инвестиций в основной капитал и снижением объема выбросов? Ну вот пока мы с коллегами в диалоге. Согласно данным Центра стратегических разработок Республики, в Уфе объем валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на душу населения составляет почти 12,5 тонн. В Стерльтамаке и Салавате 18,5 и 25 тонн соответственно. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok